итак придется на канале сегодня очень коротко поговорим про смартфон zte blade a73 что у него из каких-то интересных функций присутствует и чего здесь не завезли явно не будет мы также поговорим это в общем-то бюджетный смартфон практически ультра бюджетный экран 6 6 дюйма hd плюс разрешения android 13 унесок tiger t606 ну может на так сказать с натяжкой что это аналог медиа-теке люди 70 где-то 1200 220 он тут он убирает можно даже стендов колдуки поиграть там еще какие-то игрушки погонять память 4 128 для такого супер бюджетника пойдет 50 мегапикселей камера диафрагма 18 ну шириков никаких нет это все понятно фронталка самая простая есть nfc usb txc сканер отпечатка сбоку 5000 батарейка и есть быстрая зарядка довольно существенно ощутимый габариты потому что 6 6 дюйма опять же подбородок здесь рисуют на рендерах не очень большой но любимый каплевидный вырез модуль камер но он излишне большой и расположение прям как у айфона про хотя это вспышка тут 2 мегапиксельный модуль датчик на это такая вся примитивщина порадовало что есть и на все есть быстрая зарядка в общем-то при покупке этого смартфона каких-то критических недостатков вроде нету но мне например хотелось бы например в даже full hd плюс разрешение процессор все равно не игровой какие-то 90 герц смысла нету ну было бы лучше плотно в пиксели чуть лучше детализация возможно ну ультрашири конечно за эти деньги не поставят получается здесь вроде все и есть но от каких-то интересных моментов здесь мы не наблюдаем вот этот каплевидный вырез он подсылает нас к аппаратам 19 20 года получается ничего ради критического не произошло с этим смартфоном но его покупка для меня довольно сомнительная затея но для того чтобы убедиться что в этой категории все довольно печально в целом мы можем построить техно спарк 10c 6 и 6 дюйма в общем-то аналогичный дисплей такое ощущение что на одном заводе все это делается тоже дизайн они решили под айфончик сделать задней панели unisoc tigre t606 два модуля здесь основная 16 мегапикселей потом 008 мегапикселя каплевидные вырезы на есть функция расширения на 4 гигабайта оперативки но это виртуальная память она намного будет мы длине и есть юсби си в общем тайны все здесь не наблюдаю тоже к это условно быстрая зарядка в общем-то аппарат довольно странный довольно проходной если выбирать между это это на данный момент я все-таки вот из того что мы рассмотрели за 3 будет поинтереснее реальница 51 опять же эти три камеры которые нас прям как айфон вообще здесь еще даже не каплевидный вырезал как это еще более мерзко сделан чем на предыдущих аппаратах 6 и 7 дюйма android 13 tiger t612 но по сути тоже что и в прошлых смартфонах ну чуть-чуть выше частота память 4128 это же камера 50 мегапикселей вот мы смотрим по сути один и тот же смартфон уже третий год раньше просто вместо тигра т612 был там еще какой-нибудь 616 606 в общем-то процессор тоже немного чуть-чуть более старых аппаратов стали helio g35 там или helio g70 иногда там завозили по праздникам но по сути грим уже с вами третий год смотрим одно и то же и не все то дают то забирают вот так постоянно здесь супер быстрая зарядка но при этом ужасные камеры ужасный дизайн традиционность того что могу рекомендовать это конечно motorola g14 full hd плюс разрешение лучше плотность пикселей все эти шрифты какую-то фотографию смотрите она не расплывается все таки вот какие-то мелкие детали можно посмотреть этом что-то прислали например вот файлом открывается в телеграме какую-то вещь хотите посмотреть там насколько ровный шов какой-то вещь какая-то пуговица там какие-то шнурки ботинки если вы какие-то вещи вы там покупаете продаете что-то с кем-то общаетесь то вот есть возможность там зазумить за то что лучше все-таки здесь плотность пиксель вы можете там мелкие детали рассмотреть на аппаратах с низким разрешением это просто все упрощается вы просто видите каких-то общих чертах детального же посмотреть не можете android 13 tiger t616 не по чуть-чуть по чуть-чуть увеличу частоту тут уже прям 2 гигагерца графика тоже в общем-то g57 здесь даже 280 тысяч на баллов нарисовали но здесь тоже есть бесполезные модули камеры но все-таки дизайн здесь как у более старших моделей этот аппарат похож и на g54 на g72 и на g84 здесь реально дизайн современный потому что у нас вместо каплевидного выреза просто отверстие в центре экрана но и при этом дизайн более взрослый цветовые решения как-то вот синий смотрим но такой розовый золотистый на любителя но черный вполне неплохо смотрится в общем то тоже боковые грани вот такие у нас врубленные острые можно потаскать прямые но они в принципе острые в общем то это понятно истерий звук обещают nfc чип зарядка там быстро условно быстро но 6 5 дюйм это не 6 7 чистый android все таки у меня больше вызывает каких-то вот положительных эмоций чем например в этих техно непонятных какие-то свои надстройки потому что техно часто сравнивают например сяоми в киуме довольно замусленная полочка и опять же что мы сегодня имеем это за таблида можно сэкономить там пару сотен гривен но взять аппарат ну в устарелом дизайне как по мне моторола за эти деньги будет смотреться чуть-чуть лучше опять же ценовая категория 4 300 и 5 и вот лично у меня есть такая градация это смартфоны там до 5000 до 8 до 10 там 10 плюс 10 плюс ценовой категории я не люблю там очень много функций которые мне не нужны там идет улучшение вот на чуть-чуть а переплата сразу может быть 2-3 тысячи каких-то супер быстрых смартфонов за там за 12-13 тысяч я не знаю от разве что какой-нибудь пока f5 все остальное вот очень такие аппараты очень похожи и в общем-то довольно приземленные сдержанные по характеристикам потому в ценовой категории до 5000 ну вот как хотите но я все-таки могу рекомендовать motorola g14 за таблида 73 можно взять но только если вы хотите вот реально эти 700 гривен сэкономить если есть возможность доплатить конечно мотор g14 real me c51 и даже отдельно про него видео не хочу делать это реально очень слабый аппарат он своих денег совершенно не стоит в таком дизайне он просто никому не нужен такое было мое мнение всем пока мое мнение всем пока